Впереди 10 дней выходных, а это значит, что кто-то будет отдыхать и веселиться, а кто-то работать. Так пойдемте узнаем, что же будут делать в майские праздники саровчане. Гоу! Хотел идти в отпуск, отменили на работе отпуск, а на работе, похоже, вызовут работать. Так что будем, наверное, работать и на своем участке будем работать. Ничего не буду делать, отдыхать буду. Я учусь в 11 классе, поэтому все 10 дней у меня подготовка к ЕГЭ. А еще чем-то будете заниматься? Да, наверное, как и все, съезжу на дачу, отдохну. На огороде работать. Вернуться в Машку домой. Ну, огородами, огородными участками раз, дом порядок навести и, если успеет, отдохну. У меня рабочие дни. Да, мы вам сочувствуем. Я буду с кашей, с друзьями гулять. Я пенсионер, поэтому мне что выходные, что рабочие дни, все равно. Работать. Зачем работать, если можно отдыхать? Ну, совмещать отдых и работу, почему бы нет? Понятно. А чем вообще можно заниматься в майские праздники? Ну, я не знаю, там, посвятить время, там, скажем, к тому же где-то там здоровью, там, семье, опять же, посвятить. Хоть, наконец, где-то на велосипеде выехать, если хорошая погода. Сделать какие-то свои дела. То есть, не обязательно, что там, пьянствовать, да, там, или еще что-то. То есть, совмещать все, что не касаемо работы. Ну, и так же все равно работать придется, если работаешь со мной все. Едем в Нижний Новгород. Так, а там чего, расскажи? Там будем гулять по набережной, сходим в зоопарк, с ребенком поедем. Вот, надеюсь, очень хорошо время проведем. Путешествовать. А куда же вы путешествовать-то собрались? Границы-то закрыли. Женщина! Женщина! На даче будем работать и отдыхать, шашлыки делать. В общем, как всегда. То есть, все 10 дней будете отдыхать и веселиться? Ну, как внук приедет, так что и с ним общаться. Выйдем и погуляем здесь на празднике, естественно. А я буду у бабушки ездить, буду убираться в комнате, гулять и сидеть за компьютером. А я все 10 дней буду так же, как и большинство сыровчан, веселиться и ничего не делать. Ведь это же так прекрасно, уделять время себе любимому.